Китайская народная республика проводит очень такую продуманную, открытую, равноправную, это действительно равноправную политику, не разделяя, что это крупная страна с большой экономикой, или же это небольшая страна с ограниченными ресурсами. То есть у них это заложено, и тем более соседи, граничивые с Китайской народной республикой, они это реально ощущают. Вопросы, которые мы обсуждали и обсуждаем, они всегда носят очень такой перспективный, очень равный характер. В этом и отличается Китайская народная республика. Если взять в частности Кыргызстан, для нас сегодня Китай является одним из основных, может быть и самым главным торговым партнером. Это возможность доступа к современным товарам, услугам, технологиям. И очень многие товары мы покупаем с Китая, и даже идет реэкспорт в другие страны. И поэтому в этом отношении Китай является для нас хорошим партнером. Те проекты, которые сейчас проходят и будут иметь реализацию, они в ближайшее время, в ближайшем будущем дадут очень большой, огромный толчок. Огромный толчок. И в этом отношении как раз и есть вот этот вот саммит, который будет проходить в ближайшее время в Китайской народной республике. Это Китайская народная республика и пять централизиатских стран. Это и вопросы инфраструктуры, это вопросы решения многих социальных вопросов, это вопросы безопасности. И вот в рамках этого особое внимание уделяется сотрудничеству централизиатских стран с Китайской народной республикой. Тем более после решения вопросов инфраструктуры, в частности, это касается логистики, да, страны, то есть Узбекистан и Таджикистан в перспективе Туркменистан получат доступ и очень удобную логистику на рынке Китая и дальше уже на юго-восточную Азию. Вот в этом отношении я считаю, что сотрудничество между Китайской народной республикой и странами центральной Азии будет играть в перспективе ключевую роль. Продолжение следует... Продолжение следует...